Максим Сырников Приготовлю сегодня я два блюда. Одно вот такое, ну, по мотивам некогда популярного русского блюда, сейчас подзабытого, которое называлось «Уха опекованная» или «Уха опекеванная», разные там вот есть прочтения. Упомянута, например, она в книге «Яство весь год в стол подаваема», которая была написана в конце 16 века. Ну, что это такое? Это рыбная похлебка, приготовленная из предварительно запеченной рыбы. Вот такая вот необычная вещь. Но, естественно, конечно, в русском быту, особенно в конце 16 века, чаще всего использовалась рыба речная. Ну, если речь не шла, предположим, про Терский берег или по морю, я сегодня приготовлю из филе трески такую похлебку. Каким образом? Помимо того, что я запеку предварительно рыбу, я еще запеку лук, по такими четвертинками нарежу луковицу, корень сердерея. Ну, лучшим, конечно, это был бы корень петрушки, но сейчас, в мае месяце, достать корень петрушки невозможно практически, поэтому обхожусь сельдереем. И морковь нарезаю все вот такими некрупными и немелкими кусками, шайбами. Это для бульона все, для бульона. И сюда же, в эту же латку, укладываю кусочки филе трески. Вот таким образом я его нарежу. Подсаливать я это не буду, потом бульон подсолю уже, но сейчас немножко сбрызну вот совсем чуть-чуть растительным маслом, чтобы это так вот обжарилось в духовке, лучше заклировалось. Все вместе. Отправляю в духовку. Температура 200 градусов. За минут 20-25 это у меня должно уже заклироваться. А я пока приготовлю еще одно блюдо. В Центральной России оно не очень хорошо известно, зато прекрасно известно, ну, например, в Прибалтике. Латыши считают его своим национальным блюдом. Да и не только латыши, как это ни странно, например, датчане, эстонцы тоже такое блюдо готовят. Оно очень похоже, ну, отчасти похоже на традиционную русскую тюрю. Когда куски хлеба, ржаного, там, заливаются квасом с какими-то добавками. Но русская тюри редко делалась в таком сладком варианте. Потому что понятно, что традиционный русский квас, он не мог быть сладким. Ну, по крайней мере, в нынешнем таком нашем понимании, когда все производители, которые делают заводской квас, почему-то за образец кваса держат попсикову какую-то, который вот такой вот не кислый напиток должен получиться на выходе у них. Обязательно вот что-то такое липучее, сладкое, притерное, обязательно такого цвета, темно-коричневого. Тюри, она изначально не сладкая, конечно. А вот латышский, латвийский и вообще прибалтийский хлебный суп, который только называется супом, а на самом деле это такой вот десерт сладкий. Вот он как раз-таки, да, действительно сладкий. Вот я сейчас его и приготовлю. Очень интересное, вкусное блюдо, которое можно по-разному варьировать. Я сделаю такой в классическом варианте. У меня вот такой ржаной хлеб, подсушенный. Ну, по сути, сухари ржаные. Только что из духовки я вынул. И я сейчас сварю, ну, такой вот компот как бы, да, из сухофруктов. Изюм. У меня заранее промытый такой вот, замоченный в горячей воде. Изюм я в горячей воде не замочил, просто промыл. А вот курагу, например, я предварительно залил горячей водой и подержал там, ну, минут 5-6, после чего воду слил. И чернослив. Курага, чернослив, изюм. Заливаю водой. Ну, и варю такой вот, ну, можно назвать это компотом. И вот у меня еще ягоды. Это малина, замороженная малина, которая, ну, вот прямо из пакета вот высыпал я эту малину, поставил ее размораживаться, она дала сок. Для того, чтобы, ну, ускорить такое вот выделение сока, можно просто сахаром посыпать, опять же, в теплом месте где-то продержать. Но я просто вот этот сок и буду использовать без сахара пока что. И тоже добавлю его вот в эту воду. Не обязательно малина, может быть и клюква, и брусника, и смородина черная, предположим. Ну, какой-то, в общем, фруктовый сок мне нужен сейчас. Ну, и, конечно, немножко сахарного песка, поскольку я говорил, что блюдо сладкое. Только называется суп. На самом деле, конечно, это десерт. Довожу до кипения, немножко провариваю, чтобы сухофрукты немножко проварились и придали вкус вот этому отвару. Еще добавлю совсем немножко молотой корицы. Хорошо корица сочетается с вот таким ржаным вкусом хлебного супа. Задача у меня вот этот отвар залить в сухари и дать им размокнуть, размякнуть. Но все равно конечная конистенция будет придаваться с помощью блендера, погружного блендера, потому что мне нужно из этих сухарей получить пюреобразную субстанцию. Собственно говоря, это и будет хлебная супа. Вот, дорогие друзья, у меня вскипел и проварился. Вот этот отвар фруктов, сухофруктов с соком фруктовым. Заливаю ржаные сухари. Ну и вот немножко так разомну их. Они быстро впитают, поскольку сухари свежие, из свежего хлеба и только что просушены в духовке. Вот сразу-сразу становятся мягкими, сразу-сразу. Пробиваю, как говорят повара, блендером вот эту массу хлебную. Такое вот, ну, в пюре. Вот такая должна получиться масса. Она пока горячая сейчас. Соединяю с сухофруктами, которые варились. И раскладываю по креманку. А дальше, перед подачей, уже когда придет дорогой гость, и надо будет его угощать, я приготовлю самый простой такой, ну, можно назвать кремом из сметаны и сахарной пудры. Вот такая хорошая сметана 20% у меня. Добавлю пару ложек сахарной пудры. И венчиком взобью, или миксером можно взбить, и прямо сверху, вот на этот остывший, ну, хлебный суп, так это называется, на этот остывший хлебный десерт выложу сметанный сладкий крем. Это будет очень вкусно, красиво. Наверняка понравится Олегу Рубинова. Хлебный суп. В миске размочить в сливках ржаные сухари. Разморозить малину. Сухофрукты залить водой в кастрюле и поставить на огонь. Сюда же вылить сок из размороженной малины. Добавить сахар. Довести до кипения и немного проварить. Добавить молотую корицу. Отвар влить в миску с сухарями и взбить блендером. Разлить в креманке. Я еще приготовлю к его приходу похлебку, как я сказал. У меня уже должны готовы быть овощи запеченные и кусочки рыбы, которые я, как вы помните, поставил в духовку. Где-то с полчаса назад. Вот посмотрите, что у меня получилось. Заколеровались овощи и отчасти обжарилась треска. Не отчасти, а просто обжарилась. Тоже такая вот стала прожаренная, такого приятного цвета коричневого. Я все это сейчас выгружаю в кастрюльку, в сотейник. Заливаю водой. Добавляю перловую крупу. Так, в достатке. Добавляю щедро. Должна быть густая похлебка. Перловую крупу я, естественно, предварительно хорошенько промыл и замочил. Конечно, такие вот похлебки, они очень характерны, особенно для севера и северо-запада России. А уж, как я сказал, уха пикованная, то есть уха из предварительно запеченной рыбы, упомянутая аж в конце 16 века. И теперь мне осталось только подсолить, но не прямо сейчас. Я минут через 15 буду подсаливать. Добавлю туда черный перец горошек. Чуть попозже добавлю туда лавровый лист. И обязательно вот такие семена укропа, которые, как мне кажется, придают блюдом русской кухни, вот этот самый особенный, один из особенных ароматов, особенных вкусов. Похлебка варится ровно столько, сколько нужно для разваривания перловки. Вот как только перловка проварится и будет готова, значит и похлебка тоже готова. Ну и добавлять можно все, что угодно. Если вы хотите, например, чеснок добавить, ну, замечательно. Если подлить огуречного рассола, тоже будет очень вкусно. Хотя я сегодня хочу сделать вот в таком варианте более простом. В следующий раз сделаем вот с огуречным рассолом, более таким ярким острым вкусом. Ну, в конце концов, можно, например, добавить сладкий перец болгарский. Это тоже придаст определенный привкус, хотя, наверное, конечно, уже не будет настолько вот в русском стиле выдержано. Рыбная похлебка. Лук разрезать на четвертинки, морковь на шайбы, корень сельдерея кусочками. Положить в форму для запекания, добавить туда же кусочки трески. Полить растительным маслом и запекать при 200 градусах 20-25 минут. Выложить все в сотейник вместе с маслом, залить водой. Добавить предварительно промытую и замоченную крупу, специи и соль. Варить до готовности крупы. Олег, здравствуй. Привет, Максим. Я знаю, у тебя сегодня был насыщенный день трудовой. Да. Ты сегодня лекции читал? Ну, такой библиовечер мы провели в библиотеке Московской городской думы. Про Гоголя рассказывал или вообще? Говорили. У нас была такая беседа. Мы смотрели фильм итальянского режиссера «Пальто». По Николаю Васильевичу Гоголю. Шинель? Серьезно, как интересно. Просто в итальянском языке нет такого слова, поэтому «Пальто». Им понятнее «Пальто». Олег, вот устал сегодня, поешь, пожалуйста, горячего супа, потому что я знаю, что такая похлебочка. Похлебка рыбная, с перловкой, такая сытная, еще и с запеченными. И рыба сама подпеченная, прежде чем ее варить. Она сваренная, и овощи. Ну, на мой взгляд, это интересная такая гляда. Да, действительно очень вкусно. И рыба такая с особенным вкусом получилась, видимо, из-за того, что ты ее так подзапек. Да, да, да. Вот она прям такая какая-то вот неразваренная получилась, да, не распадается, а вот такая вот кусочка. И отличная по вкусу прям, здорово. И перловка тоже самое, сохранила свою суть. Согласен. Не превратилось это все в кашу, действительно, такая похлебка. Очень хорошее и очень вкусный бульон. Ну, вот спасибо. Очень рад, что тебе понравилось. Это вот такая традиция, так называемая, я рассказывал, когда готовил об этом, так называемая уха была опекованная, которая сначала рыба запекалась, а потом варилась из нее вот такой же насыщенный-насыщенный бульон. Уха, собственно говоря, то, как раньше называлось. Здорово. Сегодня я расскажу тебе, мы продолжим разговор о Ходьковском монастыре, и я уже упоминал красивый Никольский собор 20 века, в самом начале 20 века он был построен, и вот газеты писали, что это один из самых красивых, великолепных соборов московской епархии. Такой огромный пятиглавый собор, который возвышается над всем ансамблем монастыря, и вот ансамбль же у него классический, и вот две надвратные церкви, и церковь Покровская, они все вот в стиле классицизма, рустованные, такие аккуратненькие. И вот этот такой темно-красный собор, он действительно так возвышается, и он прямо по центру монастыря находится, то есть такой вот уверенный акцент, акцент вот такого русско-византийского, такого вот духа, очень красивый снаружи. И также пишут, что он был очень красивый внутри, он был одел мрамором, черным мрамором еще, вот, так что прям, видимо, это было действительно очень красивое зрелище, он был расписан, и расписан тоже лучшими московскими иконописцами, и писали, что роспись тоже одна из самых лучших московской епархии. Вот очень интересный рассказ, к сожалению, не сохранилась оригинальной росписи, только фрагменты сохранялись, он роспись практически сразу уничтожил, когда был закрыт монастырь. Вот один из местных жителей вспоминал, один краевед, что остался сюжет, четыре апостола и животные, какие-то вот еще изображения животных. И, но власти все равно боролись с этим всем и закрашивали это все краской. Один раз закрасят, через некоторое время роспись проступает, еще раз закрасят, роспись проступает. И так вот второй, третий, четвертый раз и так далее, все равно проступало. Решили сбить штукатурку, собьют один слой штукатурки, закрасят, через некоторое время роспись снова проступает. И вот так было много-много раз, пока они не сбили вообще всю штукатурку, которая была. Ну, то есть, действительно, какие росписи были, очень интересная, видимо, очень интересная техника была. А когда закрыли? 30-е годы, конечно. Да, 30-е годы, ну да, конец 20-х. Ведь сразу после революции выходили и декреты, и национализация. Ну да, монастырские земли, все остальные изъятия ценностей, обложение налогами. В таких условиях просто невозможно было существовать в монастыре. Ну, это печальная наша история, к сожалению, всеобщая, так сказать, на все монастыри тогда распространяемая. Ну, каким-то где-то повезло, но где-то действительно монастыри подверглись ужасному разрушению, и не обязательно там делали какую-нибудь военную часть или колонию, даже если размещали какое-то светское учреждение вроде сельхозтехникума, все равно монастырь превращали в... ну, просто и уничтожали. Ну, тут, да, я почему-то все время еще... ну, тут удивительно-то ничего нету, но, конечно, вот особенно, ну, как бы я сказать, помягче обидно, что наибольшие святыни, ну, хотя все, все святыни, да, все-таки почему-то придавали, либо действительно какую-то колонию делали там, либо и лагерь, либо что-то такое еще не менее ужасное. Вы достаточно вспомните Соловки, Анилово-Столбенскую пустынь, вот, да, вот, несчастье, так обходились, конечно, со святынями самым таким образом. Вот. Вот часто хорошо обращались с теми, где делались какие-нибудь там фонды. Да, конечно. Но, тем не менее, все равно, все равно не было такого правильного отношения к святыням, и что-то, что-то разрушали, к чему-то отношения, вот, я встречал часто в музейной среде такое отношение к фрескам такое, обыденное, вот, и поэтому и сильно многое испортилось. Увы. Олег, ну, вот, давай попробуем еще такое блюдо. Ты знаешь, ты, наверное, удивишься, оно называется, это суп. Это хлебный суп, он совсем, конечно, не похож, в нашем понимании, на суп. Он даже похож больше на какой-то десерт. Это и есть десерт, на самом деле. Это и есть десерт, такой десерт из ржаного хлеба. Приготовленный. Ну, я знаю, что ты бывал в странах таких, как там Латвия, Эстония. Да. А вот, вот там это очень распространено и очень любимо. Сверху я полил, да, не замысловатым кремом, это сметана с сахарной пудрой, просто такая вот размешанная, даже не взбитая. Правда, очень здорово. А внизу сукаврукты, хлеб ржаной и немножко сока малинового. Здорово. Вкусно? Очень, да. Очень хороший десерт. Здорово. Да. Немножко вон так ароматизирован корицей. Угу. Ну, она даже здесь чувствуется. Она так тон придает, да, совсем. В основном сукаврукты, вот, и ржаной хлеб. Здесь и чернослив, и курага, да? Чернослив, курага и изюм. Угу. Спасибо большое, дорогой Олег. Спасибо, Максим. Спасибо. Не, мне очень понравилось. Очень, очень. Согласен. Это вкусно, конечно. Спасибо. Дорогие друзья, а с вами была Монастырская кухня. Максим Сырников и Олег Робинов. Читайте рецепты и готовьте по ним. Увидите их в нашем аккаунте Монастырская кухня. С нами интересно и вкусно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok